Девушки отдыхают Девушки отдыхают ВКФ и Сантура Альфу какую-то придумали Альф? Слушай, Никита, если вдруг закончатся уроки, ты выйдешь, и меня не будет? Почему тебе не будет? Я просто говорю, ну, может, что там за сайт меня переписывать там, переделать Или дежурную по классу сделают Так вот, ты никуда не уходи И жди меня Будешь ждать вот здесь вот он А почему здесь? Потому что это центр планеты А не грешь? Только об этом месте мы еще никому не говорим Не скажу Скажешь, честное октябряское Честное октябряское Я к Юрику Зачем тебе? Поговорить А работать кто будет? Вы? Пришел? Ну, да Песня тебе Че скажешь? Засчет чего? С ментом разговаривал С каким ментом? С Налимовым Ну, да Че хотел? Да клавишем нашим интересуется Ну А че у нас тут на кладбище интересно? Криминальный труп Ищет Да ты че, на нашем кладбище криминальный труп? А Че спрашивал? Что б я схему составил Какую схему? Ну, то, что мы копали Последнее За декабрь, за январь А че он к тебе-то обратился? Не знаю Я ему сказал Где-то в администрацию Реально сказал Ну, нарисую Схему Да я не помню Так и я не помню Давай сейчас Вместе Че-нибудь и вспомним Ты о чем думаешь? Ни о чем Ну, так не бывает Человек Всегда о чем-то думает Я не помню, о чем я сейчас думала А сейчас? Что сейчас? О чем думаешь? Сейчас я вспоминаю, о чем я думала раньше Почему ты спрашиваешь? Твои мысли отражаются в глазах Да? И что там отражается? Ты думала, долго ли мне еще здесь сидеть? Ну, потом А потом ты вспоминала О чем думала раньше Когда думала, долго ли тебе еще здесь сидеть? Угу Ну, и как? Долго еще? Не знаю Ничего не получается А что не получается? Глаза Все дело в глазах Они у тебя особенные Почему особенные? Не знаю особенные А ты здесь живешь? Да Да, в общаге койка Жить там трудно А работать совсем нельзя Значит, ты тоже не москвич? Нет, я из Тимиртау А это где? Далеко В Карагандинской области Угу Ну, мне, пожалуй, пора Ладно Только мне нужен еще один сеанс Придешь? Приду А можно посмотреть? Не-не-не Только после того, как закончила Ну, хорошо, пока Слушай, Сова Ты помнишь, мы с тобой про икру черную говорили? Помню У меня на эти джинсы клиент есть Я нервожатая Заберу Я нервожатая Да Тебя же отчислили Ну и что? Бери Слушай, скажи, пожалуйста А ты почем Икру берешь? Сто А что? А ты можешь для меня лично Баночку достать? Могу попробовать Завтра сможешь? Попробуем Попробуем Водич Я уеду Раньше У меня дела Сколько долг с меня? Хочешь проверить? Ну Так Двадцать Минус Тридцать Итабом Восемьсот десять Правильно? Да Вот видишь Все по-честному Ладно До завтра Ну как? Хорошо А это что, наша будет? Может быть Начальство обещало Идем комнату смотреть Ну что, здесь поставим Танту Здесь телевизор Угу Или нет, телевизор Поставим в той комнате Где будут мальчики Здесь так пахнет И когда первый раз В первый класс шла В каменьке Давно школу только построили Так же пахнет А у нас была бревенчатая школа Такая большая изба А зимой, когда жарко топили Пахло смолой Пахло смолой Вась, поделуй меня Вась, поделуй меня И я передаю И я передаю перевод И сзади себя Передаю И он падает Оль Привет Привет Оль Ну я пойду, наверное Да, давай Все, до завтра А у педагога Зайдем А ты что здесь делаешь? Ну вот, нашел Кого? Тебя-то ты же говорила Что говорит? Ну помнишь, тогда в машине Про матросов Да ты, как порядочный человек Решил жениться? Да нет Как нет? А что тогда тут делаешь? Может, сходим куда-нибудь? Ну пойдем Раз ты такой смел Ааааа Ну как? По-моему, отлично Повернись Только нужно галстук подобрать Терпеть не могу галстуков Ты платье подобрала? Да, мы за вчера с Файкой уже купили Жалко Хотелось посмотреть На свадьбе увидишь Ну что Идем платить? Угу Повернись 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 Что еще? А будешь сам? Не хочу Чтобы из-за тебя у нас были проблемы Повернись 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 Не хватает? Да, поспешили костюм покупать. Ну ничего, давай завтра. А вы можете отложить до завтра? Ну что их откладывать? У нас достаточно количество. А вы отложите, пожалуйста, именно эти, потому что мы их уже померили, и как будто наши уже... Ну хорошо, отложу. Это что такое? Попросили постоять в центре планеты, а что, ставь нельзя? Почему же нельзя? Конечно, можно, но недолго. А почему недолго? А почему? Потому что если долго стоять на центре планеты, он может перегреться, а на другой стороне Антарктиды начнут айтисты, и вода начнет повышаться в океане. На планете начнутся, на том всю Землю и вашу школу. Вы где учиться будете? Пойдем. В условиях расширяющегося вмешательства и провокаций с целью защиты завоевания апрельской революции, территориальной целостности, национальной независимости и понижания мерной безопасности... Маргарита Константиновна, чай готов? Да, влянулись мы с этим Абминистаном. Выгручай, Настя. Андропов, Андропов, все, я нищить не хотел. Наступить в дерьмо, знаешь, это одна секунда, надо отмываться потом всю жизнь. А у нас сосед Маргарита Константиновна в Афганистане служил. Да что мне твой сосед? Слушай, Настя, ты мне про жениха-то своего расскажи. Да что рассказать? Что, совсем нечего? Что же это за мужик такой? Ну, такой сильный, надежный, добрый. А внешность? Симпатичный, мне нравится. Я вам фотографию после свадьбы принесу. Подай-ка мне вот эту шкатулочку. Угу. Пожалуйста. Ага, давай. Так, что бы мне тебе подарить на свадьбу? Сейчас поищу. Да что, не надо? Нет, 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 надо, надо, надо. Это вот, кстати, подарок от моего первого, от Миши. Мы с ним совсем недолго прожили. Добрый был такой. В Китай его послали в командировку, его там убили. Да. А это он в Шамбал уходил. С Блюмкиным, да. А это что, настоящий? Да. Не бойся. Это, кстати, второй симпатичный был. Ну, это вообще непонятно. Он такой надежный был. Но мы прожили всего три года, и ничего не успели понять друг о друге. Где же эта штучка? А, вот она. Вот она. Прелестная. Смотри, как она будет хорошо смотреться. Замечательно. В твоем свадебном плоте. Прелесть. Держи, держи, держи. Не смущайся, она правда недорогая. А это вот третий. Ох, симпатичный. Но меня не любил. Изменял мне, напропалу и направо и налево мне, представляешь. А я хороша была с собой. Два года терпела, потом выгнала пинком под зад. Да. Он все надеется, что я застрелюсь. Не дождетесь. Ну, а это четвертый, Григорий Маркович. Сильный. Сколько народу перестрелял. Потом его самого. Ирка от него. Вот. И мой послужной список. Семейный. Тридцать лет. Четыре мужа. А должен быть один. Один. Поняла? Маргарита Константиновна, что это за цветочек? Цветочек? Потом как-нибудь. Ну, Маргарита Константиновна. Это мой грех. Мое маленькое сумасшествие. Я никогда не изменяла своим мужьям. Никогда. А тут вот... Григорий Маркович был в Берлине по государственным делам. Лето. Крым как-то бель. Степь. Писатель, неудачник. А когда расставались, он сорвал вот этот цветок. Подарил меня. Я как дура. Пятьдесят лет. Храню этот цветок. Зачем же его хранить? А без этого цветка, Настя? Чего стоит вся моя жизнь? Прости. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ромаш! Здравствуйте! Как дела? Вот. По моим данным, еще три могилы. А здесь у тебя нет. Как понимать? Какие могилы? Здесь. Здесь и здесь. Может, их копали башка с дерева? Вы меня просили нарисовать по памяти. Вот я и нарисовал. Ну да. Может, башка с деревом. Ну, я считаю, с этим криминальным трупом проблемы большие. Убитый на ум – известный цеховик. За месяц до того подал документы на выезд в Израиль. А нас в Олимпиаде. Куда-то нас бойкотируют. А здесь на Западе скажут, что я хотел свободы. Грузы это убили. А на самом деле никакой политики. Это чистый криминал. Вот. Поэтому все могилы, которые вы показываете, рыть мы не можем. Не рыть тоже нельзя. Поэтому придется разворошить ваше осиное гнездо. Ты смотри. Пригляди за всеми. Кто, как реагирует. Если что, звони. На. Здесь мой телефон. Привет. Привет. А почему вчера не пришла? Я тебя ждал. Ну, занята была, а вот и не пришла. Может, сегодня зайдешь? Может, и зайду, если время будет. Ну, хотя бы начисло. Мне же надо закончить. Ну, хорошо. Пойдем. А что, прямо сейчас? А что, не надо? Да нет. Да нет. Пойдем. Да я, наверное, попозже зайду. Все что-то сделал? Слава Богу. Увид enam. А, Люсь, на свадьбу-то пойдёшь? А кто меня звал-то? Да и звали в ней пошла. Слушай, чего вам всё не живётся-то? Родственники всё-таки. А то ты не знаешь. Спит и видит, как меня из дома выселить. Да ладно, перестань. А чего перестань? Замуж за своего мента выходит. Знаешь зачем? Думает, что он ей поможет. Ага, не поможет. Вот так ей и передай-ка. Это что у тебя там? Вот. На свадьбу. Ты чё, очень мил, что ли? Никогда не её поможет, что поросёт. Димка, Поль! Кто его готовить будет? Как то? Ты, а? Так я не умею. Знаешь, как в армии? Не умеешь, научим, не хочешь заставим. Понял, а? Кто научит? Ты, что ли? Так, знаешь что? Я тебе кто в доме? Бабу, что ли, а? Садись с соседем, спроси рецепт. Или кулинарную книгу почитай. А резать кто его будет? Не надо его резать! Чуть хороший! Ты головкой своей думаешь, ну при ком это говоришь? Димуль, никто его резать не собирается. Полечка, не надо, не волнуйтесь. Никто его резать не будет. Чё ты за чёшь-то, а? Чего его резать? Чего его резать? Маленький. Взял по гордушку, чих-то, чего. Ребятки. Это без меня. Сам. Уноси еще. Сам. Тихо ты. Не, я завязал. О, слушай, знаешь чё? Ладно, отнесу к Ваське. У него свадьба. Пусть сам и занимается. Ну ты иди. Савка, ты куда? В кабинет химии, там. Сейчас вернусь. Опять с уроков линяешь? Я же сказала, сейчас вернусь. А я Насте расскажу, как ты учишься. А я Сашке расскажу, как ты мучаешься. Дурак! Ну тут чё, какой-нибудь тоже учебник нарисуем, да? Да! Да! Можно? А ты что, Громов, здесь делаешь? Тебя исключили из пионеров. А ты что, здесь самое главное? Мне уйти или остаться? Сядь он там, посиди. Вообще-то у меня нет времени, у меня еще химия. Ребята, давайте-ка мы на следующий переменец соберемся, а? Мне с Громовым нужно обсудить его поведение. Принес? Деньги принесли. Принесла. Ну? Что? Ну, показывай, ну! А если малые будут? Деньги обратно отдам. Отвернись! Да ладно! Что, ладно? Отвернись! Отвернись! Ну, как? Спереди вроде нормально. Повернитесь. А присядьте. В смысле? Ну, если сможете сесть, значит, ваш размер. Мне нравится. По-моему, тут пяти рублей не хватает. Ну, я потратила вчера, я зарплату через неделю получу, я тебе отдам. И джинсы через неделю моют. Сав, я не могу мне завтра к подруге на день рождения идти. А мне сегодня деньги отдавать надо. Не будешь, что я из своего кармана выплачу? Ну, Сав. Все, отдавайте джинсы. У меня химия. Вы хотите? Можете продать мне что-то на пять рублей. Что? Ну, например... Слушай, ну ты нахал, а? Отворачивайся. Нельзя. Нет, конечно, отворачивайся. Ну, и джинсы без денег нельзя. Слушай, а может, ты барабан возьмешь, а? Совсем они мне жиревые. Ну, тогда этот, вымпел. Два кубка. Слушай, ну ты наглец. Ну, все. Нет денег, нету джинсов. Зачем я с вами вообще связалась-то? Все, мне пора на химии, давайте. Ну, что ты с тобой? Забирай город. Слушай, Настя говорит, что вы после нашей свадьбы с Савкой собираетесь жить отдельно? Да. А чего? Ну, ты же знаешь, что в нашей квартире есть комната для вас. Настя переживает за вас. Да чего ей переживать? Думаешь, не о чем? Думаю, не о чем. Да еще один. А Налимова знаешь? Заходил вчера. Интересовался. У тебя спрашиваю. Ты чего? Да пока ничего. Ну, если что, ты обращайся. С тобой лучшие все-таки. Настя. Что? А у Сашки есть костюм? Какой костюм? Ну, на свадьбе же должен быть в чем-то. А я совсем про это забыла. И Савке не в чем пойти. У нее же только школьная форма. А, Никита, в чем пойдет? Если будете покупать, покупайте синий. Почему синий? У меня розовое платье, а розовый синий. Хорошо сочетается. Фай! А я что-то не пойму, свадьба-то у кого? У тебя или у меня? У тебя, конечно. У себя на свадьбе я буду настоящей королевой. У меня будет фата. И длинный-длинный шлейф. А женихом-то кто будет? Женихом. Пока секрет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что дальше? Может, посидим где-нибудь? А-а-а. Может, еще в кино пойдем? Можно и в кино. Слушай, давай лучше с нами в библиотеку. Нам как раз курсовой надо писать, а? А меня туда впустят? Не знаю. Ты сам-то как думаешь, а? А-а-а. А-а-а. Пока. Сэр, а ты че? А че? Что это? Икра. Черная. Точно? Точно. Открой. Заводская, что ли? Конечно. А че селить? Ее так через границу переправляют. Посиди, подожди меня там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Горик. Скажи, ты икру по чем берешь? А что? Да так, шкурный интерес. Есть канал, хочу узнать цены, чтобы не прогадать. Ну, по-разному беру. Двести плачу. За кило. За сто пятьдесят возьмешь? Хороший возьму. Сельдь. А ты открой. Задовался. Ось. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробуй. Нормально. Будет нужно ещё дать знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё принесёшь? Ну, поговорю. Поговори. А кто такие? Что за люди? Проводник с поезда. А с Аркадемосковым. Познакомишь? Я спрошу, если захочете. А может, я тебе сам принесу? Одиннадцать по железнодорожной линии. Нет, мне много нужно. Сколько? Много. Ты договори. Ну, ладно. Пойду работать. Пойду. 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 Ты красивый. Вообще всегда можешь. За твои красивые глаза. Ты очень хорошо выглядишь? Привет. Привет. Вот я пришёл. Молодец. Это знаешь, как анекдот такой? Сусо-сусо. Чего-чего такой? Ты, говорит, помидоры видишь? А тут, говорит, есть, да, а так нет. Такую анекдоту услышал. Коктейль. Какой? А он такой же, как у них. Там разные коктейли. А вот такой же. Это дамский коктейль. Очень сладкий. Я люблю сладкое. Рубль восемьдесят. Рубль. Привет. Это во мне? Ждёшь кого-то? Да. Я тоже. Давай вместе подождём. Может, угостишь девушку коктейлем? Угощу. Парень угощает. Один жаркий поцелуйчик. Вы мне? Мне. Коктейль. Два двадцать. Как зовут? Саша. Из-за тех, кто ждёт. Ещё? Жаркий поцелуйчик. Где ты такого откопал-то? На кладбище. Ну, для кладбища, может, и ничего. Сейчас Машка из него все деньги вытащит. А ты-то что переживаешь? Так он мог их на тебя потратить. А меня вон Илюшка угостил. Я? А я тут при чём? Что? Угостишь? Неа. Или по танцам? А я не умею. Это не важно. Все-таки пришёл? Колхозник. Какой я тебе колхозник? Ты посмотри на себя. Ну? Чистенький, обрядненький. Настоящий колхозник. Он рубашечка за пять рублей, брючки за восемь. Носочки. Две пары по пять копеек. Ботиночки за девять. Ты в баре только что больше денег потратил, чем вся твоя одежда стоит. Не жалко? Нет, не жалко. А на одежду хорошую жалко, да? Так, ладно, я всё понял. Пока. Стой! Я тебя ещё никуда не отпускаю. Ты не только колхозник, а ещё и хам. Не понял. Сова, хороший день. Дай фильм посмотреть. Вы его уже смотрите в пятый раз. Всё равно интересно же. Опять смотрите? Давай выключай, а то все головки затрёте. Сова, пригоди тут дети, а. И вообще, идите работать. Сова. Сядь. Ты поговорил? Что? Насчёт игры. Я разговариваю. Он мне даже слушать не стал. Я его плохо знаю. Он говорит, если нужна большая партия, нужно встречаться, разговаривать. Хорошо, а где, когда? Я спрошу. Двович, как насчёт комиссионных? Какие комиссионных? Пятёра, от баночки. А у тебя губа не тряснет? Вообще-то, это и мой канал. Ладно, договоримся. А как я узнаю, сколько банок ты берёшь? Сова, ты что? Ты что, хоть раз обманул? Нет, не обманывал. Ну, и в этот раз договоримся. Привет, Степикат. Привет, Ваня. Здорово, Сова. Привет. Смотри, смотри, какой он меня видит. Отлично. Хочешь, поставлю тебе какую-нибудь красивую ротику? Митя, ну какая ротика? Ну, тут же дети. Сова. Я вообще-то по делу. Мне шмотки нужны. Сумку возьми. Какие? Мужские. Сорок восьмого размера. Пойдём. Налево. Это не продаётся. Почему? А потому что это мой костюм. Ну, ты чего? С ума сошёл? Он же тебя велик. Ну, ничего. Я поправлюсь. Оля, ну, мой быстрый сошёл. Чем ты поправишься? Оля, ну, честное слово, ну, не могу. Ну, честное слово, не смешение. Слушай, я тебе сказал нет. Ну, пожалуйста, смотри сколько шмотов. Бери, выбирай всё, что хочешь. Чего ты к моему костюму привязалась? Понравился? А я всегда получаю то, что мне нравится. Триста. Чего? Да я сам за четыреста взял. Ну, хорошо, четыреста. Ну, ты что, обалдела, что ли? Ну, так ты что, хотел на мне навариться? Да я вообще не хотел продавать. Так, что ты, Беккер, ты хочешь со мной поссориться? Мы договорились. Ай, ты мёртвого говоришь. Спасибо. Я тебя сюда больше не пущу. И до встречи. И зачем люди берут такие дорогие кольца? Показать, что очень богатые? Потому что женятся один раз и на всю жизнь. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. Я поняла. Что-тоwen для выпуски я иначе окна делают playground. Ха-ха! Стоп, стоп, стоп. Куда? Не пущу никуда. Пойдем сюда. Осмотрите, кого я вам привел. О, познакомьтесь, это Настя. Проходи. Настя, это мои друзья. Тоже художники. Сам тоже художник. Ну ладно. Так, это Коровин. Это Кочкин. Очень приятно, Кочкин. Проездом, проездом на сто первый километр. Это вот ваш тут молодец, окопался, как партизан, не выковыришь. Это Лайма. А это Ева. Искусствовед из Франции очень интересуется молодыми художниками. Ну я бы сказала, картинами молодых художников. Чемолганов, ты когда меня позовешь? Я могу быть очень хорошей натурщицей. Я для тебя могу быть хоть английской королевой, хоть турецкой наложницей. Ты же видишь, это не его тема. Он рисует картинки из жизни пролетариата. Извините, Настя, это он вас так заставил одеться? Кочкин. Все. Настя, ходите, я вам спою. Идем сюда. Если я буду жить еще, значит, я буду жить в воде. Если я буду жить в воде, стану акулой. И может тогда, хоть иногда кто-нибудь подумает обо мне. Медленно плыть в чистой воде. Медленно жить в чистой воде. Те, кто на суше и кто в глубине. Помните обо мне. Игорь, а мне нравится. Мне тоже нравится. Я куплю ее. Она не продается. Стоп. Я же сказал, она не продается. Триста. Нет. Триста пятьдесят. Сколько? Триста пятьдесят. Ты мои картины за триста покупала. А я же всемирно известный художник. По-моему, она пьяная. Давай, готовь деньги. Отойди. Че? Я сказал, не трогай. Четыреста. Продано же. Четыреста. Блин. Слушай, если тебе деньги не нужны, то нам на сто первом километре они очень даже понадобятся. Я тебе говорю, продано. Коровин насерпил. Не обращай внимания. Это у них обычная история. Я к нему как к человеку. Как к брату. А он... Дева. Лайма, пойдем. Я тебе такую картину нарусил. Такую картину. А ты, чемоданная, с голоду будешь подыхать, я за твою мазню ни копейки больше не дам. Все. Пойдем. Пойдем. Ну, покупателю-то делал. Извините, что так вышло. Игорь, я зайду еще. Я пойду. Настя, а выпей со мной. Нет, я не буду пить. Ну, посиди со мной. Игореха, извини, Кочкину так стыдно. Он там плачет. КОНЕРСИНОННОЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok